Здравствуйте и позвольте расплодиться. Похоже, российские суды всерьез озабочены плачевной демографической ситуацией в России. И об этом мы сегодня разговариваем с неудобным для власти адвокатом Алексеем Сухановым. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы получили какое-то странное решение суда. Расскажите, пожалуйста, о нем. Я хочу, чтобы все жители России знали. Суд разрешил осужденным вступать в половые связи между собой в жилых зонах колоний поселений. Такое странное решение суда от имени Российской Федерации постановила судья Магаданского городского суда Мершинченко СЛ в решении от 24 января 2011 года по гражданскому делу номер 2-315-11. Поскольку налогоплательщики вправе знать, как руководство уголовно-исполнительной системы развлекается на их деньги, я в двух словах расскажу о мотивах этого решения. В 2010 году осужденные, отбывающие наказание в колонии поселения из СИЗО Магадана, обратились с заявлениями ко мне и с жалобой в магаданский суд о том, что части осужденным в колонии поселения предоставлено право бесконтрольно вступать между собой в половые связи, а кулик хвастается, что она вступает в половые связи не с кем-нибудь, а с самим руководителем колонии и бегает к ним по вечерам в штаб колонии. При этом той части осужденных, которая относит себя к категории порядочных, очень тяжело игнорировать такие соблазны и отказываться от сотрудничества с оперативным отделом. Меня это тоже возмутило. Я обратился к руководству СИН и прокуратуры с жалобой. Я написал, при нынешнем бандитствующем капитализме не каждый человек в России может найти для себя работу, заработать на пропитание не только для своей семьи, но и для себя одного. А в колониях-поселениях, смотрите, что происходит, им создают рабочие места, их одевают, их кормят, охраняют в том числе и от себя самих, а тут еще дали возможность бесконтрольно вступать в половые связи. Алексей, один вопрос. Скажите, пожалуйста, а если запрещать им это, то не является ли это нарушением прав человека, нарушением права на личную жизнь? Вот я и посчитал, что здесь имеет место быть создание публичного дома, поскольку эти лица осуждены за совершение преступлений. Поэтому должны нести кару, а не отбывать наказание в санаторных условиях. Это вот посчитал так я. И об этом обратился я вот в эти вот государственные органы. Они мне написали, нет, каждый осужденный вправе вступать в половые связи с лицом противоположного пола в колонии и поселении. Это является их конституционным правом, которое неотъемлемо. Поэтому запрещать нельзя. Я обжаловал, ну я считал на тот момент это беззаконием, в Магаданский городской суд. Судья со мной не согласилась. И вот в этом вот решении написала, в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации отсутствует норма закона, которая бы прямо содержала запрет на интимные отношения между осужденными женщинами и осужденными мужчинами. Поэтому при исполнении данной нормы закона не исключается возможность вступления в половые связи. Я обжаловал это в областной суд. Областной суд со мной тоже не согласился. Решение вступило в законную силу и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации. И вот я, как адвокат, считаю необходимым разъяснить осужденным право о том, как необходимо реализовывать его в условиях колонии. Необходимо обратиться к руководителю колонии-поселения с заявлением, с просьбой предоставить возможность вступить в половую связь с осужденным именно другого пола. Начальник колонии-поселения обязан разработать график положенности, создать специализированное помещение, которое бы исключало возможность негласной видеозаписи происходящих в нем процессов, чтобы не было ни у кого соблазна выложить вот такие вот съемки на YouTube. Проводить медицинские осмотры для выявления носителей вензаболеваний и ранних стадий беременности, поскольку осужденные написали, что тем осужденным, которые забеременели в колонии, их освободили условно-досрочно и выделили им жилье. Квартиры в Магадане. Вот. Поэтому, раз им выделили, значит, всем остальным тоже необходимо выделять квартиры. Ну, все мы, конечно, понимаем, кто родится от вчерашнего наркомана, проститутки, но суд написал, что это их право. Право необходимо исполнять. Я, конечно, считаю, что создание публичного дома в исправительном учреждении – это беззаконие. Но, коль закон, суд встал на сторону осужденных их покровителей из ФСИН, то они же обязаны выполнять это решение суда. Ну, что хотелось бы сказать. Я считаю убежден, что суд самостоятельно не стал бы принимать подобного рода, ну, мягко сказать, неординарное решение. Я считаю, что оно было инициировано сверху в период предвыборной кампании по выбору президента. А напомню, это было в январе 2011 года. И я не удивлюсь, если следующим шагом нашего гаранта будет разрешение осужденным лицам мужского пола вступать в половую связь с лицами мужского пола для того, чтобы на территории исправительных учреждений снизить социальную напряженность. Спасибо. Благодарю вас, Алексей. Информация, конечно, неоднозначная, но прислушаться к ней, безусловно, стоит. А вы плодитесь и размножайтесь пока что на свободе. И смотрите «Политвестник». Субтитры создавал DimaTorzok